В Минске накануне Дня Медика назвали имена лучших в своем деле. Торжественная церемония состоялась в Дворце Республики. Поздравление с наступающим профессиональным праздником направил и глава государства Александр Лукашенко. А те, кто, спасая жизни, просто делает свою работу. Татьяна Король. Эта молодая женщина впервые стала мамой минут 20 назад. Первые два часа после родов девушка будет находиться под контролем оборудования и специалистов. У Шерка сидела со мной, показывала, как в схватках, чтобы там все хорошо пошло, типа раскрытие. Потом уже на столе они мне помогали, уже тужился. Поэтому, в принципе, я быстро, наверное, и родила, потому что они мне помогали. Лапочка-дочка, по сути, результат командной работы. Еще доверие между пациентом и медиком. Это самое главное в профессии, считает Светлана Нагибович, одна из лучших врачей года. Технологии, которые разработаны сегодня в каждом РНПЦ в нашей стране, они применимы для наших беременных женщин, если они в них нуждаются. Если говорить о женщинах после вспомогательных репродуктивных технологий, мы сегодня имеем процент наступления беременности в 40-45 случаев. Стать мамой в нашей стране можно и после пересадки органов. Это подтверждают порядка 30 белорусок с донорской почкой. Неприговор и мультиорганные трансплантации. В Беларуси впервые в СНГ стала мама и женщина с новой почкой и печенью. Если в РНПЦ «Мать и дитя» речь идет о зарождении и появлении жизни, то специалисты Центра детской хирургии призваны ее сохранить. Врачи выполняют даже сложнейшую операцию Норвода, после которой Самир, малютки чуть больше месяца, сможет вновь увидеть маму. Эти дети выживают. Это говорит о том, что уровень детской кардиохирургии, и прежде всего выхаживание, он достаточно высокий. Это говорит о уровне Центра. Говорить об успехах в белорусской медицине можно долго, но повод для этого у врачей за бесконечными сменами и бессонными ночами, пожалуй, бывает только раз в году, на праздник, День медицинского работника. В зале присутствует много людей, но это очень небольшая часть тех людей, которые сегодня, вот сегодня, и поздним вечером, и ночью они будут работать. Это люди и врачи, и медицинские сестры, и люди, которые ухаживают за пациентами. Награду вот мы получаем, но это, конечно, результат работы очень многих людей. Отличных побед врачей на карте Беларуси нет места. В каждом городе страны Министерство здравоохранения отметило лучших. Это сотни врачей. Но и в этой сфере бывает конкурс. В этом году это пять медицинских номинаций. На сцену Дворца Республики за своими заслуженными наградами поднялись пять медиков. Они врачи года. Каждый лучше в своем деле. Но эти медали не только признание. А по словам самих лауреатов, это победа коллективного и многолетнего труда в борьбе за сотни человеческих жизней. Татьяна Король, Наталья Тарасюк, Владимир Тихонович, Николай Рузавин. Агентство теленовостей.